Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за Мадридский Реал. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад от всех там увидеть. Ну что же, давайте пробежимся по сегодняшним матчам, посмотрим, какие соперники будут нам сегодня противостоять. Итак, выездная игра против Сельты в рамках Ла Лиги, дальше игра с Барселоной, это, если я не ошибаюсь, четверть финал Лиги Чемпионов, да, все верно, так вот сразу или классика у нас. Дальше домашняя игра с Сьетафи, ответка с Барселоной, выезд против Севилии и Ассасуна вроде, и финал Кубка Испании против Эспаньола, и через неделю будем играть домашний матч против Эспаньола уже в рамках чемпионата. Скорее всего, вот в эти часы с 24 по 29 апреля нам поставят еще и матч полуфинала Лиги Чемпионов, первую стадию, если мы все-таки пройдем Барселону, но будем для этого стараться, все-таки в реальной жизни Мадридский Реал выиграл Лигу Чемпионов, поэтому давайте не будем от них отставать. Ну, вторым, пожалуй, составом я сыграю против Сельты, лидерство у нас хорошее, в 7 очков, тем более еще и у нас матчи в запасе, если выиграем сегодня Сельту, у нас будет в 10 очков лидерство, поэтому замечательно. Так, ну а по форме, мне кажется, надо немножечко изменить, ну вот так хотя бы оставим. Ну что же, Сельта против Реала, начинаем. Итак, Сельта против Мадридского Реала, совсем недавно за Сельту выступал российский футболист Федор Смолов, и, кстати, в противостоянии против Реала он-то гол забил ворота Тиба Куртуа. Посмотрим, как сегодня будет складываться наш матч. Иску. Замечательная передача на Йовича, тот на Венисиуса, ну и надо же забивать. Отлично, 1-0, 19-ая минута. И опасный момент, и Йокуслу забивает 1-1, 29-ая минута. И вот так вот. Галхарда еще и забивает сразу же второй, 35-ая минута. Сельта показала очень отличный 7 минут в этом матче. Иска подает. И Венисиуса, отлично, вот просто отлично. 2-2, 50-ая минута. Шансы, естественно, очень большие, причем у обеих команд, но просто замечательно. Сейчас, кстати, был атака. Отличный перевод на противоположный фланг. И хорошее завершение от Венисиуса, который забивает дубль. И опасный какой удар, и Пикфорд пропускает рядом. С ним пролетел сейчас мяч. И Сельта снова выходит вперед. Еще и Денис Суарес забивает. И все. Финальный свисток. Реал проигрывает минимально на выезде. Проигрывает Сельте. Очень, конечно, вот такой вот обидный результат. Тем более, это еще и первый матч в сегодняшнем выпуске. Ну что же, ответственный момент. Эль Классика у нас в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Первая играющая в Барселоне. Поэтому будет очень интересно посмотреть на Барсу, кто у них новенький составит. Есть Квадрада. Все. Котель почему-то нестов на ворота. Поэтому посмотрим. Надеюсь, у нас победить получится. И тем более, вот, перед болельщиками, извините, за поражение от Сельта. Поехали. Итак, четвертьфинал Лиги Чемпионов. Барселона против Мадридского Реала. Что можно было придумать лучше? Ну а лучше, наверное, было бы только, если бы эти команды встретились в финале. Но так распорядилась жеребьевка. И эти команды уже встречаются в четвертьфинале. Поэтому в полуфинал выйдет один из лучших испанских клубов на данный момент. Поэтому посмотрим, кто все-таки одержит верх в этом противостоянии. И Асенсио. Отлично. Хороший момент. Пас на Карима Бензему и гол. 23-я минута. Карим Бензема забивает на Камп Ноу. Первый гол. Я надеюсь, не последний в этом противостоянии. И какой голешник забивает Матэйс Делифт. 32-я минута. 2-0. И вот Делифт. Очень важный гол. В сезоне забивает. Не первый у него. Забитый прямым ударом. Таким с углового. Понятно, не закрученным именно. А точно поданным. Тем более, Дэвид Алабо уже сколько раз выдавал такие шикарные голевые передачи с углового. И вот 2-0. Барселона горит дома. И опасный Илью Агуэра. Просто вколачивает мяч в ворота Реала, уменьшая их преимущество. И интрига жива. Шансы есть у обеих команд. Делифт. Борется, борется до конца с Дембеле. Прострел Агуэра. И это 2-2. Вот так вот, ведя в счете 2-0, все-таки пропускает Реал дубль от Агуэра. Упустили в 2 мяча. Теперь надо снова это делать. И вот так вот Азар зарабатывает пенальти. Желтый карточек получает Фрэнки Де Йорк. Но к мячу подходит Эден Азар. Сам получил по ногам. Сам и должен забить. Очень важный этот момент. И все-таки тащит Нетто. Очень обидно. Асенсио проходит Ленгле. И какой гол забивает Марку Асенсио. 3-2. Реал снова выходит вперед. Не забив пенальти, Эден Азар не реализовал этот момент. Но посмотрите, как шикарно. Здесь прошел Асенсио Ленгле. И парашютом отправил мяч за спину Нетто. Еще и Квадрада мог здесь травму, конечно, получить. Дай бог, чтобы все обошлось. Обошлось. Ну и замечательно. Еще и от штанги мяч залетает. Очередной гол Асенсио. Очередной гол Реала в этом матче. Тони Кротт. Отлично обрезал Ленгле этой передачей. Бензема выход 1 на 1. И Карим Бензема делает снова разницу в 2 мяча. На последних минутах Барселона снова пропускает 2 мяча от Реала. После того, как они сравняли счет. Ну а Бензема снова забивает. Шикарная голевая передача от Кросса. Обрезал он Ленгле. Ленгле как тоже здесь сумбурно сыграл. Не смог найти для себя позицию. Пока разворачивался, Бензема уже забивал ворота Нетто. 4-2. Уверенная выездная победа перед ответкой дома. Итак, сейчас у нас матч чемпионата Испании. Играем мы против Хетафи. Они идут на 9-м месте. У нас лидерство в 7 очков. И за поражение от Сельты в 10 очков сделать не получилось. Состав абсолютно такой же, как на игру с Сельтой. Но теперь мы играем дома. Поехали. Итак, Сантьяго Бернабео. Реал Мадрид против Хетафи. Матч Ла Лиги Сантандер. Начинаем. Лука Модрич. Отличный заброс. И это гол. И забивает никто иной, как 16-й номер Мадридского Реала, Лука Йович. Замечательная была подача сейчас от Модрича. Выверенная ровно на голову Йовича. Но тут просто уже в голкипера мяч попал. И залетает все-таки мяч в ворота от Луки Йовича. Неплохо. Лука Йович. Да и пробить же здесь можно. И это 2-0. Йович забивает дубль. Протащил на себе эту, наверное, больше сказать, лучше концовку атаки. И замечательно забил. Искор. Неплохо. И можно Венисиуса, конечно же, вперед. Все. Венисиус будет убегать. И отдает пас на Бейла. Тот не забивает. Ну как так можно было? Йович на подборе. Снова передача на Бейла. И со второй попытки все-таки Гаррет Бейла забивает. 3-0. Реал громит Хитафи. И забивает. Все-таки забил хэтрик Лука Йович. И здесь вот просто шикарно. Все было шикарно. От подачи до скидки на Луку Йовича. Причем скидывал-то вроде Дерми Литау, да. И отлично попадание нерабочей ногой по мячу. Ну здесь просто расстреливал вратаря. Ну и все-таки пропускаем. Ереми забивает. У Пихфорда не будет сухой победы. И Родери тут еще пытался пробить. Может быть Иско. Какой галешник забивает наш полузащитник. 91-я была минута. Уже добавленное время идет. И Иско решил издалека вколотить мяч. Ворота. И у него это получилось. Хочется с повтора еще раз посмотреть. Здесь у Родери не получилось. Мяч отлетает на ногу Иско. И тот буквально первым касанием обработал. А вторым пробил. С приличной дистанции. И в самую девятку мяч залетает. И все. Финальный свисток. Разгром. 5-1. Хетафи проиграли на выезде. Но Йович забирает мяч, которым он забил сегодня хэт-рик. Итак, у нас ответная игра в четвертьфинале Лиги Чемпионов против Барселоны. Преимущество у нас в два мяча. Но все-таки играем теперь дома. А у Барселоны много уставших футболистов. Ну и Терштегин на воротах. Также Калабрия появился справа в защите. Поехали. Итак, Сантьяго Бернабео принимает ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. Реал против Барселоны. После первого матча счет в серии 4-2. Поэтому посмотрим, как будет вести себя Барселона. Все-таки нужно забивать этой команде три мяча. Начинаем. И опасный момент. И Депай выводит Барселону вперед в этом матче. Счет 4-3 уже на восьмой минуте. Через Бензему. Вальвер, да, отлично находит пасом Асенсио. Асенсио забивает. Забивает на 32-й минуте. Сравнивает счет. И счет в серии 5-3. Отличная передача на Тони Кросса прошла. И немец забивает. И выводит Реал вперед. Счет в серии увеличивается до 3-х мячей в пользу Реала. Все. Финальный свисток. Минимальная домашняя победа над Барселоной. В общей сумме 6-3. Реал переигрывает Барсу. И выходит в полуфинал Лиги Чемпионов. Ну что же. Сыграли все команды в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Севилья прошла Манчестер Юнайтед. Бавария прошла ПСЖ. Ливерпуль прошел Атлетико Мадрид. Ну я бы очень хотел сыграть естественно в полуфинале с Севильей. Потому что самый более-менее здесь легкий соперник. Но посмотрим как у нас сложится жеребьевка. Так. Ну и прошла жеребьевка Лиги Чемпионов. Мы будем играть с Баварией. Хотелось бы конечно с Севильей. Но с Севильей мы и так сыграем сейчас в рамках чемпионата Испании. Но все-таки Бавария тоже очень сильный клуб. Против которого будем бороться за выход в финал. И кстати финал может быть совпадет как и в реальной жизни. Потому что Ливерпуль с Севильей будут играть в полуфинале. А мы с Баварией. Поэтому если Ливерпуль переиграет Севильей. То действительно финал повторится. Итак. Сейчас у нас выездная игра против Севильи. Против полуфиналиста Лиги Чемпионов. Мы сыграем первым составом. Все-таки команда идет на четвертом месте. И вот уступать не хотелось бы. Поехали. Итак. Выездная игра для Мадридского Реала. Играем мы против Севильи. Матч чемпионата Испании. И все-таки 1-0. Еще и Камавинга нам забивает. Которого мы отдали в аренду. Что же. Отпразднует естественно он этот гол. Ворота Реала. Ну вот. Еще и наш футболист забил. Так. Модрич. И плохо. Карим Бенземан на Федерико Вальверде. Нужно забивать 1-1. Отлично. За 15 минут до конца Вальверде все-таки забивает и сравнивает счет. Финальный свисток. Ничья. Против Севильи на выезде. Забил еще и Камавинга нам. Наш же игрок. Которого мы отдали в аренду. Но. Матч конечно мне кажется мы провалили. Итак. Игра теперь у нас против Асасуны. Снова на выезде. Они идут правда на 10-м месте. Но мы сыграем вторым составом. Уже дальше у нас финал Кубка Испании. Первый трофей. Который мы можем завивать. Кстати Марсиаль. Перешел уже как-то успел у Асасуны. Итак. Выездная игра. Очередная в Ла Лиге. Асасуна против Мадридского Реала. Начинаем. Так. Иска. Неплохо. И неплохой момент. Иска сразу же забивает. На четвертой минуте. Выводит Мадридский Реал вперед. Минимальная выездная победа Реала над Асасуной. Гол забил Иска на первых минутах. Это и стало решающим мячом в этой встрече. Итак друзья. В январе месяце мы выиграли Суперкубок Испании. Ну а теперь нужно завоевывать трофей дальше. И вот очередной важный матч на нашем пути. Реал Мадрид против Эспаньола. Финал Кубка Испании. Играть мы естественно будем первым составом. Хоть и через три дня у нас важная игра в Лиге Чемпионов против Баварии. Поехали. Ну что же. Финал Кубка Испании. Эспаньол против Мадридского Реала. Начинаем. Бензема. Хорошая передача на Эдена Азара. Нужно забивать. И 1-0. 23-я минута. Эдена Азар выводит Мадридский Реал вперед в финале Кубка Испании. И шикарно еще и дальше мы продолжили атаку. Федерико Вальверде забивает второй. Буквально через пару минут после забитого первого мяча Эдена Азаром. Вальверде увеличивает преимущество Реала. Бензема неплохо. Вальверде забивает дубль. И это разгром. 3-0. Ну а здесь фол. И красную карточку прямую получает Джимми Сити. Так, Мадридж. Йович набирает ход. И просто спокойно закладывает четвертый на 88-й минуте. И все. В финале цисток. Реал Мадрид разгромил Испаньол в финале Кубка Испании со счетом 4-0. Ну что же. У нас очень важный матч на сегодня. Последний. Это первый матч полуфинала Лиги Чемпионов против Баварии. Очень серьезный, конечно, соперник. Игроки, кстати, все восстановились. Алаба там немножечко вижу и Вальверде подуставшие. Подуставшие после финала Кубка Испании. Но, надеюсь, матч против Баварии проведут на высшем уровне. Состав в Баварии на шкранах. Магуайр играет правого защитника. Савидзер играет левого. Больше никаких таких вот новичков здесь. И изменений в составе я не вижу. Поехали. Итак, полуфинал Лиги Чемпионов. Мадридский Реал против Мюнхенской Баварии. Начинаем. Так, у меня очередное нарушение. Красную карточку получает Магуайр снова. Да, вторая желтая у Магуайра. Поэтому ответную встречу он пропустит. Это уж точно. Ну, теперь еще и 130 минут. А Бавария будет играть в меньшинстве. А как вам такое? Что за бред сейчас произошел? Но автокол. Бавария посыпалась после удаления. Решил еще и в свои ворота Нойер вот так забить. Еще зачем-то пробил назад. Я вот это вот понять только не могу. Зачем? Можно было резко выбить мяч вперед. После даже принятия мяч на грудь. Но он делает то, что сделал сейчас. Ну, вот просто я не знаю, что сейчас. Нервы сдали у лучшего одного из немецких вратарей в истории. Вот что за бред сейчас был. Отличная подача. И Тони Кросс забивает в мяч в ворота Баварии. Праздновать, естественно, он этот гол не будет. Но увеличивает преимущество Реала. Пока сливочные играют в большинстве. И хорошая передача на Карима Бензему еще пошла. И 3-0. 89-я минута. Реал громит Баварию в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов. И все. Финальный сесток. Мадридский Реал разгромил Баварию. Которая пропустила все три мяча. Как раз после удаления. Итак, сейчас у нас игра против Испаньола. Теперь уже в рамках Чемпионата Испании. В кубке мы их обыграли 4-0. В финале. Поэтому играем, естественно, вторым составом. Потому что следующая у нас игра будет ответная. Против Баварии. Но уже будет в следующем выпуске. Составы на наших экранах. Поехали. Ну что же, Сантьяго Бернабео принимает матч Чемпионата Испании. Реал против Испаньола. Поехали. Так, Мадридж замечательный. И Бэйл забивает. Отлично покатил в дальний и нижний угол. И открывает счет. И мы пропускаем. Лорен забивает на 37-м минуте. Вот так вот просто пробив над Пикфордом. Так, Бэйл. Неплохо. Йович. И отлично. Бэйл снова забивает. Это выводит вперед Мадридский Реал. Счет 2-1. И все. Финальный свисток. Минимальная домашняя победа Реала Мадрида над Эспаньолом в чемпионате Испании. Ну что же, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. И канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok